Доброе утро, дорогие друзья! Серия с ZIL-экраном. Наш любимый проект ZIL-экран. Я люблю этот проект, обожаю его, он мне приносит столько удовольствия. Если честно, не знаю с чего начинать. Возможно и скорее всего правильным будет начать с того, чтобы пытаться устранять потихоньку утечки воздуха и параллельно пытаться навести порядок с нашим мотором, чтобы он работал нормально. Чтобы он не боялся наших нагрузок, чтобы он работал почетче. Присаживайтесь поудобнее. Огромное благодарность всем за поддержку на Boosty. Если у вас есть желание, залетайте по ссылкам в описании. Также огромное спасибо, что поддерживаете наших спонсоров. Одним словом, огромнейшая всем благодарность за поддержку. Благодаря вашей поддержке мы можем существовать, двигаться и снимать для вас интересные видосики. Всем наиприятнейшего просмотра. Приступаем к работе. К нам приезжал наш зритель из Могилёва и сказал одну вещь, что нужно сделать получше массу с двигателем. У него была такая проблема. Я хочу здесь действительно зачистить. Мы хоть и бросали напрямую, но все-таки хочется еще раз сделать по-нормальному. Поэтому сейчас зачистим здесь. И будем уже уверены, что у нас с массой все в норме. Все зачистил. К сожалению, болт, который я пытался открутить, он обломался. Поэтому ставим свежат. И хочу сейчас сразу сделать хорошую массу на двигатель, чтобы нам уже этот вариант исключить. Изготовил кабель новый. Вот его установлю здесь для жесткой связи двигателя с рамой. Первый кончик я прикручу к головке, а второй вот здесь к раме. Сейчас зачищу здесь все, аккуратненько подготовлю. И прикрутим, чтобы у нас была хорошая надежная масса. И для стартера, и для самого двигателя. Идем в банк. Ставим новый карбюратор, который стоял у нас на старом моторе, который здесь был плохой. Сообразили. Так что сейчас попытаемся запуститься на новом карбюраторе. Надеюсь на успех и удачу. Нашел небольшую проблемку. Это лопнутый шланг между вот этими двумя сапунами. Я не знаю, для чего они, если честно. Вот эта трубка была лопнувшая, и он сосал воздух. Я очень-очень думаю, что причина, возможно, была в этом как раз-таки плохой его работы. Потому что подсасывание воздуха во всасывающем коллекторе это тупик. Кручу карбюратор, друзья. И представил, что сейчас собираю, а мотор запоет. Запоет Зиловский мотор. Я в это верю, конечно, призрачно, но верю. Тут вера это половина успеха. Подлазить очень мне удобно. С пассажирской стороны карбюратора пришлось даже снять фильтр воздушный. Чтобы я мог прокручивать гайку. Вот. Ну, одним словом, сейчас я все закручу, все зажму. И попытаемся запускать. Посмотрим, что он нам скажет. Ответственнейший момент. Запускаем мотор на новом карбюраторе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА снял трамплер и здесь вот у нас очень подгоревший уголек на наконечнике тоже было все в таком вну в слабом контакте и скорее всего проблема именно вот в этой крышке потому что она он даже прогорела вовнутрь и там маленький контакт я думаю слабый нужно другая крышка видимо друзья вот сколько я мучаюсь уже с этим хлам ну просто невозможно если бы это был обычный автомобиль ну например там дастер я бы просто зашел на сайт автоспот точка ру допустим выбрал bto 4 и на карте глядя на этот разбег по ценам выбрал самый удобный и доступный сервис по цене причем все предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов так что с гарантией будет полный порядок и так тут кстати по каждой марки и модели а если у вас к примеру китайский кроссовер который на гарантии то автоспот это лучший способ экономить на техническом обслуживании и оставаться на гарантии так что если в планах сделать то выгодно заходи на сайт автоспот точка ру ссылка в описании а я пошел дальше возиться с этим блин мотором заменил крышку трамплера вот сейчас вам будет видно как она там подгорела но это все из-за некачественных материалов я так понимаю вот что она стоит там копейки эта крышка и соответственно такое качество сейчас попробуем тоже из-за него и и и и и и и и и А потом просирается и работает нормально Сейчас сделал ему зажигание прям раннее А он все равно в глушитель стреляет Даже запускаться не хочет Не знаю что с ним делать, в общем глючит Ну будем искать Пока газовали, так воздух даже накачался в систему Так что можно даже кранить Смотри, у тебя скоро взорвется Я знаю, я уже два раза взорву Он когда стреляет очень сильно Хлопок баш Я себе хотел повесить Но вспомнил, что такое нельзя вешать День промудохался с этой колесницей Значит результат такой Поначалу как только я запустил Все, поставил новую крышку Все, мотор шептал Работали все цилиндры Чуть-чуть поработал и все И началось чих-пых, дрых-пых Бывают даже глюки Запускается, потом глохнет И пропадает искра Наверное завтра с утра я поменяю трамплер Поставлю тот родной С другого мотора Этот электронный Уберу И поставлю старую схему С контактным зажиганием Посмотрим чем это закончится Так что пока что экспериментирую По воздуху тоже есть нюансы Уходит он в воздух Но когда я здесь газовал То в принципе я добился При закрытом кране на установку Я добился, что мы накачали 7 атмосфер Поэтому компрессор в принципе качает Единственное утечки не позволяют нам накачать побольше Хочу снять этот ресивер И его заменить Ресивер у меня вроде бы есть Включу все И уже будет проще Разобрал всю систему нашего зажигания Снял всю Снял коммутаторы Все-все-все Трамплер вынял И сейчас попробуем Вставлять контактный Его подготовим прежде Сделаем зазорчик Все почистим Ну и возможно что-то поменяется Во всяком случае будем на это надеяться По идее Эта военная техника должна работать Но он у нас видите Немножко такой ржавчины И я немного переживаю Но даже не знаю Но посмотрим Будем экспериментировать Пока не устанем В руках у меня новый трамплер И сегодня попробуем установить эту конструкцию Утром я прихожу с хорошим настроением Всегда к зилокрану нашему Но вечером почему-то ухожу с него очень хорошим Надеюсь сегодня будет по другому Ну попробуем Поэкспериментируем И возможно еще посмотрим клапана Может быть они Машина нагревается И начинает мозги компосировать Вот Но вчера вот у меня были Когда глюки То пропадала искра Именно сама искра Вот Еще я грешу немножко на крышку Которая здесь Сверху одевается Потому что в ней Плохого качества уголек Который передает сигнал И когда медленно крутится Еще нормально Начинает бегунок быстро крутиться И сигнал пропадает Возможно такая ситуация Порылся в закромах Друзья Нашел вот такой хороший трамплер В хорошем состоянии Все советский Как надо И наверное его поставлю С помощью вот такого ключика Я почистил Здесь Контакт Вот И сразу же можно выставить Зазор на контакте Вот такой советский ключик У меня остался Не знаю даже откуда Но вещь очень для Вот этой системы Контактной Очень-очень удобная Ну что ж Сейчас будем все собирать Разобраны все трамплеры Которые у нас есть Ну нашел Одну причину нашел Начал выставлять зажигание Не могу выставить и все Что у меня выходило То есть бегунок Он был между Первым и вторым цилиндром Но никак Ну точнее не между первым А первым и пятым Но никак не напротив первого То есть он проходил уже Думаю что за хрень Уже все И второй точно такой же Думаю блин Ну и во втором Такая же фигня В итоге в общем я разобрал Этот все-таки Занырнул вовнутрь Думаю ну не должно Такого быть И нашел причину Вот там внутри грузики Вот и в нормальном положении Они все четко будут работать А они у нас были В заклинившем И соответственно вот эта ось Она проворачивается Относительно центральной оси Зажигание Невозможно выставить Разобрал я наш трамблер Вынул внутреннюю часть его И разобрал две части Которые относительно Друг друга качались Вот она такая закисшая Поэтому у нас не возвращалось Назад наше зажигание Сейчас это все я зачищу Соберу обратно Единственное потерял стопор У нас есть запасной На втором трамблерчике Вот здесь пытался Я его пытался найти Но наверное это невозможно Ну пружинка такая Она улетела в бездну Сейчас зачищу И покажу вам Как должны работать эти грузики Вот так должны работать грузики Вот Чик и назад Пружинки и назад Вот теперь все будет четко Так это ответственнейший момент Вот такой стопор В районе 20 минут мне понадобилось Чтобы его извлечь Это ужас просто ужас Уже нервы сдавали Но я к ремонту узела Подхожу теперь с новой политикой Политика абсолютного спокойствия Если здесь начинать нервничать Вообще ничего не получится Поэтому полное спокойствие Любовь к технике Включаем И как настоящий крановщик Со всей долей ответственности Относимся к ремонту Это все слова Трамплер я установил Возникла проблема с масляным насосом Не совпадали шестерни Пришлось подгонять То есть сначала подгоняешь масляный насос Под первый например цилиндр А потом уже подгоняешь сам Трамплер к первому цилиндру Но сложного ничего Но пришлось повозиться Чтобы выставить зажигание Первый цилиндр выставляем так сжатие Чтобы определить так сжатие Вставляем вот такой чопик И крутим мотор Чопик должен вылететь Сейчас покажу Вот у нас идет так сжатие Потом находим вот такую гребенку Там есть чуть дальше отверстие Оно сейчас подойдет в шкиве Правой рукой держим камеру А левой ногой Крутим шкив Вот видите подходит Вот значит у нас Сделаем по центру Потом можно будет откорректировать Вот так это выглядит Чик-чик-чик по чуть-чуть И смотрите туда Вешаем сюда лампочку Чик Вот так Все это означает Что у нас там контактор замкнулся Вот он даже видите Еще очень важный нюанс Нужно все зажать Потому что вот эти миллиметры Они очень сильно влияют Вот он видите чуть-чуть И он уже не попадает Берем чуть-чуть назад мотор Вот лампочка потухла Ногу Ставим сюда И следим за лампочкой По чуть-чуть И за кружком следим Вот там кружочек Вот сейчас уже будет загораться Вот the нем Может быть Вотная Когда Кто helто И за кружочек То есть Делаем И за кружочек И за кружочек И вот И за кружочек И за кружочек шарик наш уже на подходе сейчас смотрим аккуратненько только не спешим можно даже пропеллером помочь чуть-чуть чтобы об и дали момент не знаю видно там вам или нет ну вот у нас даже можно чуть-чуть сейчас еще продвинем гребеночку вот и чуть-чуть подкорректируем наш трамплер ну одним словом одной рукой я тут накосячу но принцип вам понятен потом зажали трамплер и еще раз себя проверяем по гребеночки все готово к запуску давайте скрестим пальцы и попробуем запустить наш аппарат трамплер болтается загнут вал а если согнут вал или что-то там не то то и не будет нормального зазора он видите что с ним происходит это же не нормально ну что ж два дня прошло и два дня потрачены наверное пожалуй зря не знаю пойду наверное я сегодня это конечно же была шутка ни в коем случае нельзя топить проблемы в водке еще в чем-то ни в коем случае нужно с позитивом ко всему относиться и если этот чемер не работает значит надо сюда новое сердце но это пока не точно мне просто самому очень тяжело не добиться успеха вот самому тяжело поэтому завтра мы вернем обратно тот трамплер бесконтактный возможно причина у нас была в плохой крышке потому что крышки эти долбаные они все прогорают вот видите вот она новая крышка она прогоревший уже фитилек этот уголек возможно это не страшно но блин мне это не нравится контакт здесь очень слабый вот поэтому наверное вернем обратно бесконтактное зажигание я буду веселиться с этой машины до последнего пока просто у меня уже закончится нервы силы и все но зиловский мотор это же легендарный мотор он должен работать но он возможно здесь причина все-таки в чем-то в другом может поршневой группе в какой-то потому что у нас какие-то здесь проблемы тоже с водой непонятные вот типа видите пена такая чу пену пена понятно что тут льешь все подряд чачу всякую так что такие вот дела друзья ну продолжаем ну что новый день мы в 300 километрах от дома пытаемся купить дизельный двигатель на наш зилокран просто я психанул как есть говорю и начал листать объявки нашел мы под полоцком какой-то глуши я не знаю можно ли здесь что-то будет снять но здесь чтобы вы понимали вот так это все выглядит просто какая-то свалка мы с димой сейчас переодеваемся качество съемки не обещаю но это явно будет что-то веселое как выяснилось двигатель без топливного насоса хотя продавец заверял что тут все буквально там стартер закинуть и все запустится но сейчас будем смотреть чем это закончится но без запуска покупать не будем дадим не будем честно говоришь сто процентов не так столько мы ехали сюда с прицепом ехали друзья с прицепом и сами понимаете едешь 70-80 не больше в итоге тут такая засада ну ладно как обычно дядя дима говорит тут главное не падать дух так ну все я делал фуфаечку потому что мотор стоит еще на газоне он будет выниматься очень сложно явно вот поэтому окунулся свою привычную одежду и настроение уже поднялась так нам получается нужно помпочку перекинуть насос на торе не тут нвд и нету стартера сейчас надо это все поставить и тогда будет запуск как обычно никто не сказал что все разобрано все снято и я такой счастливый в поиске как обычно какого-то металлолома надеюсь на чудо взял экран это на самый сложный у нас проект который блин вообще был может лучше этот насос поставить красный я хочу у коз не покормили пока мне как увидел что стартер у меня все ключи есть есть так есть наша тема обычно оживить мотор который надо оживлять колымите у вас конечно все заброшено такой ужас какой-то так ладно сейчас гляну если там прокладка вот есть но уже хорошая новость где там слепой шлиц у нас следовало ожидать конечно слушай ну 20 лет мои на заводе мтз прошли не зря видимо ладно сейчас прикрутим насос закинем стартер и все будет добрый если насос рабочий конечно стартер весит блин как пол мотора один был ставил 2 как будто надо больше попробуем его снизу вкрутить на двух болтах по идее должен держаться стартер готов сейчас ждем болты для тэн воды и топливной системы форсунки кабеля все не так просто здесь как кажется тут уже здесь прошел все из металлистов ну-ка признавайте кто здесь что-то чувствую стартер стоит вот это по ходу газулька насос давайте мишу отправим чтобы он лазил там отключил конечно вот только осталось это открутить этот глушитель сейчас пошли пойдем донора крутить какого-то потому что где-то Стартер на всех болтах, перестартер начни отсюда болтать. Нет, там я стартер уже прикрутил. А вот эти шланги, там есть? Нам обратка не нужна. Нам нужен шланг. А вот этот вот есть с фильтром соединяться? Нам же фильтр там не нужен, нам завести его. А, да! Фильтр точно. Ну, действительно. Это лишнее геморрой. Это на 10 болты, наверное, будут вот такими. Это, смотри, это на 17, на 19, да? Сейчас я померю. Мер твои болты воды. Погнали. Наживился, вроде бы. Да. Есть. Так. Подай мне трубку на подачу. Угу. Будем надеяться, не может приехать. А, там что-то у нас. Назорожка какая-то. О-о-о. Ладно, сейчас мы её выплютим. Да. Всё, заборник прикручиваю. Сейчас нам нужно от помпочки сразу подать на насос. Здесь как раз гребёнка. И обратку потом поставить просто в кусочек шланга. И, в принципе, можно будет прокачивать, пытаться. А ещё форсунки прикрутить. Но их потом нажавить хотя бы. Можно вам Кадором тот 245 на металлолом вывезти. Это точно, блин. Просто лежал 245-й мотор. Вода затекла. Цилиндры и стандартная схема. В никаком случае нельзя оставлять моторы на улице. А если на улице, то проворачивать, постоянно смотреть, чтобы там не было воды или ещё чего-то. Иначе просто будет финиш мотору. Опыт Ханамага нас научил, как нужно хранить двигатели. Да не надо ещё газ плита. Тут нужно... Надо, чтобы нагрелся. А клеммы есть у вас эти? Провода. Перемычка? Нет. Ну, нам же стартер надо подключить. Сейчас я с этого сниму. Так давайте снимайте. Как я газ плита? Да где ты его тут? Газ плита. Тут да газ плиты ещё. Газ ключ. Газ провод. Газ солярка. Пошло-поехало. Всё, ТНВД закручен. На три болта будет держаться. Приехали, поставили... Там... Ну... Девятый... Поль с вами какой-то тут. И это... Поль снимает. Говорит, ой, мы у тебя тут вот эту... Купим эту... Вот бак. Надо померить, принеси рулетку. Я пока рулетку... Томкнули. Видишь, ручки нет. Они там знали, как. Запрыгнули. И все повыдирали. Кнопки выключаются. Как их называют? Ай, блядь. Ну... Спички-то? Нет. Спички... Это... А? Ну, зажгалка. Подожди. Я потом подсуну. Вот это. Что с мана украли? А? Что с мана украли? Что с мана украли? А? Что с мана украли? Как они называются? Рылюшек. Рылюшек. Надергали. Ёб... Не успели дверь закрыть. Я говорю, а что дверь открыли? Они не знают. Я говорю... Они же... Не, мы только хотели посмотреть... Это... Сиденья. Ну... Сиденья хотели посмотреть. Мы ничего не трогали. Вот пробери наши карманы. Стояла, машина рядом стояла. Они ее в машину закинули. А я думаю, что в том машине там найдешь. А ты говоришь, насос. Насос, пи***ь, это... Три секунды, правда? Свои б**ть. Так малое, чтобы с мерседеса в любую колонку сперли. Вот. Сейчас мы соберем топливную систему и... Останется... Вот этот косяк. Процесс налива дизельного топлива. в этом я гуру отлично не капли мимо начнет он закачивать или не делай ставки конечно нет сосет воздух где-то пошла вода ну тут выше ник никуда и не сейчас сюда оденем что цирок если он запустится это конечно будет так он наверно не влезет солярка не будет капать на газовую плиту будет мне кажется это не опасно когда накапает немножко будет надо туда убирать этого как она льется уже льется на может тоже тушить надо там не вчера ночью в темноте насос поставили и старте я только сегодня утром вот я гляну а полилась вон с обратки да нужно ее было бы пережать наверно ну как обычно надеемся на успех операции все провод к стартеру я прикручу что клей матгорит или провод провод конечно что постоянно матом ругает до 40 лет за рулем не заведется без надо заведется так но я готов заводить да конечно там воды может полную дай попробуем слабо происходит я не знаю парни но я уже теряю надежду на нормальная все это движуху ну там кстати волги кусок нужно предложить валканалу может он проект бы сделал здесь видимо снимали фильм когда-то постапокалипсис и мы вот сейчас окунулись в эту всю атмосферу и пытаемся разрулить ее каким-то образом смотрите какая там выставка дверей красивая сейчас вам дима покажет покажите ни одной одинаковые двери и штуки 60 но он просто с насоса ни хера нету соля ну пока он прокачается и сразу заткнуть компрессия появилась давай ты кратишь на корту чё нормально да он уже заклинил стартер завелся уже машина завелась смотри как крутился давай еще брызги подали брызги он чё брызги чуть-чуть а видишь уже схватил давай еще раз ты сиди на клеймах или кто или ты сиди на клеймах давай кто на клеймах ты минус не зажатый что был чтобы я мог снять да он сейчас опять в клин пойдет осталось там то что было вы к осталось все конец как только отпускаю воздух это сейчас пока ничего не делайте так не прокрутите а потом советую этот шланг был у него братку зажал уже в смысле это надо было сюда выше поставить чтобы он давил а ты вниз поставил снизу он с обратки поперло снизу он не возьмёт это не дотянет так я живу не могло что он проперла солярка смотри вот где вот вон потекла солярка видишь с насоса до самого насоса потекла солярка вот здесь вон потекла с прокладки надо не пшикать надо дождаться чтобы пошла с насоса солярка а так смысл пшикать солярка не идет он ну давайте еще покрутим зажмите может сейчас пойду я дам газ в пол а 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 готовы погнали советская дрель против немецкого кабеля где-то медный это дрель точно способна меня накрутить на себя это факт сейчас он может закрыть рукой ну чтобы раскрутить да он нормально потух ну троить но работает он двоит он наоборот будет дольше это фигня нужно без быстрого старта не надо чуть-чуть поправь аккумулятор да когда газ пол он глохнет А когда вот так вот качал... Не, это он шипал и он работал. Да, не знаю, что и делать, если честно. Что я хочу сказать, друзья. Мужика жалко, капец. Ну и мотор этот, конечно, фигня. Фигня, он не запускается без быстрого старта, он троит, тыхтит, он не работает без быстрого старта, всему там жопа. Это, блин, не наш вариант. Мы опять вымучаемся. Хотя мы и так уже вымучились, так далеко поехали за мотором. Но не важно, это опыт, который нам нужно было пройти. Ладно. Нам здесь до дома 300 километров. Ну и увидимся в гараже, наверное, либо где-то опять в очередном дальняке в поиске нормального мотора. Короче, тут хлама у этого мужика, еще газон, две буханки, все гнилые, мэрс, еще один мэрс, москвич, еще один москвич, мама не горюй. Все это не работает, и всему здесь труба. И что с этим делать, я не знаю. Пересекаем реку в Полоцке, и хотелось бы передать привет нашим зрителям и подписчикам из города Полоцка. Я постоянно, если езжу вот куда-то в Бобрусь, там Могилев, мы передаем привет, а вот Полоцку никогда не передавали спасибо. Так что всем нашим подписчикам и зрителям с Полоцка огромный-огромный привет. Такое колечко здесь. Ну, я думаю, вы все узнаете, где мы сейчас едем. Переехали мост через Двину. У нас уже теплеет, мы переходим на весеннюю одежду, так что в ближайшие несколько дней я буду чистый. Как выяснилось, двигатель купить это тоже достаточно сложная процедура, и найти что-то стоящее сложно, то есть основная масса этих моторов уже продается под капиталку. Делать капиталку совсем не хочется, а если покупать мотор хороший, то он стоит очень дорого, и тоже смысла нету. Поэтому я сейчас мучаюсь, ночь не спал опять, думал, что и как, вечно все какие-то проблемы нам встречаются. Сейчас я попытаюсь переставить обратно трамплер, поставлю весь бесконтактный комплект и надеюсь, что причина была в крышке трамплера. И сейчас я поставлю другую крышку, немножко усовершенствую там крепление самой крышки, потому что крышка болталась. И из-за этого могло быть у нас вот путаница. Вот поэтому этим займусь. Показывать-то вам тут нечего особо. Все, демонтирую это электрооборудование и поставлю все обратно электронно. И попробуем запустить. Может быть у нас все получится. Так, это нафиг. Вот, наконец-то я запомнил порядок работы этого двигателя. Надеюсь, мне не пригодится больше этот порядок работы. Так. Так. Ну скажем, jet надо вернуться тут. Так. Да. Paramper наnajтасску. Якagna сахара półимеру не machines. Адérica. Присаживайся на bes ughardeGRAM. Продолжение следует... Одним словом, это не работа, это мучение, поэтому надоело нафиг. Будем менять мотор, решил его развернуть. Три минуты сожрал весь бензин, не работает как надо, и толку от него добиться, наверное, уже нет. Смотрю, газы идут, все больше и больше. То есть, ну, скорее всего, что толка здесь уже не будет. Это стартер, где же свечи? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это один из лучших моторов, созданных инженерами Volkswagen. Я в шоке. Вот так он запускается, и нет ни дыма, ничего. А стоит он здесь уже, я не знаю, два года, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может быть, построим самый экономичный ЗИЛ в мире? Пишите ваше мнение в комментариях. Но это уже в следующих сериях. Всем огромная благодарность, что были в этой серии с нами. Я в тупике. Что дальше делать, не знаю. Но мы что-то придумаем. Вам же я желаю только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока. Увидимся в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok